И начинаем с громких разоблачений, которые прозвучали сегодня на пресс-конференции бывшего сотрудника СБУ. Он собрал журналистов, чтобы поделиться вопиющими фактами о том, что происходило и происходит на Украине. От тайных тюрем и пыток до тотальной коррупции и грядущих президентских выборах. Детали у Георгия Алисашвили. Тема, заявленная в анонсе, звучала максимально широко. Пресс-конференция по событиям на постмайданной Украине. Имя спикера держалось в секрете и в этом была необычная интрига. Журналисты до последнего не знали, кто будет отвечать на их вопросы. В зале не было привычных табличек с именами участников. И даже появление спикера ясности не добавило. Главного героя в лицо не знал никто. Так что сперва ему пришлось представиться самому. Меня зовут Прозоров Василий Николаевич. С 99 года до 2018 года я являлся сотрудником службы безопасности Украины. После Майдана Прозоров сам вышел на российские спецслужбы. По словам этого человека, под прикрытием он работал в центральном аппарате СБУ. В штабе, где руководили так называемые АТО в Донбассе. И еще до начала боевых действий, когда казалось, что гражданской войны все же можно избежать, украинские спецслужбы планировали самый жесткий сценарий, исключающий решение конфликта мирным путем. Как отмечает Прозоров, с самого начала боевых действий на востоке Украины была выстроена коррупционная вертикаль на войне, исправно работавшая на всех уровнях. Интересно, местного населения в расчет не брал никто. Более того, Прозоров утверждает, в Мариуполе СБУ открыла секретную тюрьму, где всех неугодных украинским властям допрашивали с пристрастием. Пытали иногда до смерти. Могу много рассказать о тюрьме, которая находится на Мариупольском аэродроме. В просторечии ее называли библиотека, задержанных называли книгами. Допрашивали людей здесь же, в технических помещениях, в бойлерной, в кладовках. Если там не сделали ремонт, там кровь даже в бетон впиталась, а стены все исцарапаны ногтями задержанных людей. Потому что это действительно жутко. Это действительно настоящий концлагерь или с чем сравнить, с застенками дестапо, без ложного пафоса и без, поверьте, это не российская пропаганда и все. Людей там убивали на самом деле. За убийством главы ДНР Захарченко, как и за другими громкими убийствами в непризнанных республиках, стоят украинские спецслужбы, заявляет Прозоров. В то же время сотрудников СБУ постоянно, что называется, ведут их иностранные коллеги. Была информация о том, что в штабе СБУ на отдельном этаже работают только иностранные военные. В частности, американские. Правда ли это? Можете ли вы назвать их имена и как они относятся к связям СБУ с территориальными батальонами? Спасибо. Я вам честно скажу, что это неправда. Такая практика существовала в 2005 году после победы Первого Майдана Ющенко. Действительно, тогда представители ЦРУ находились в здании центрального аппарата СБУ в Киеве. После 2014 года, не знаю по каким мотивам, я думаю, безопасность, конспирация. Сотрудники ЦРУ присутствуют в Киеве, они просто находятся на конспиративных квартирах, загородных домах. Они часто приезжают в центральный офис СБУ, но для проведения, например, конкретных совещаний или планирования конкретных операций. Очень хорошо знаю про визит такого представителя разведывательного управления Министерства обороны Гарри Рейда. Он на тот момент, это была осень 2017 года, являлся, кажется, директором РУМО. Он приезжал в Киев по линии сил специальных операций. Он был в Киеве, потом поехал в Бердичев, где находится учебный центр СССР. Потому что он непосредственно курировал развитие украинских сил специальных операций и проверял там в Бердичеве деятельность, там группа зеленых беретов находилась американских в качестве инструкторов. И он как раз приезжал проверять их работу. Журналисты спросили у Прозорова о предвыборных раскладах на Украине. Несмотря на все соцопросы, фаворит, по мнению бывшего агента СБУ, действующий президент Порошенко. И вот почему. В каждой территориальной избирательной кампании будет находиться до пяти сотрудников СБУ, которые в том числе будут охранять готовые уже результаты выборов бюллетеней, сопровождать их в ЦВК. А СБУ, соответственно, с ее председателем Василием Грицаком, это абсолютно подконтрольная Порошенко структура. О своей нынешней работе Василий Прозоров рассказывать не стал. По его словам, перебежчиком себя не чувствует, ведь он не изменил интересам своего народа. В отличие от тех, кто пришел к власти на волне Майдана. Работая в СБУ, он до последнего собирал информацию, которую передавал российским спецслужбам. А теперь собирается обнародовать в своей книге. Вероятно, ему еще есть что сказать. У бывших коллег Прозорова день сегодня вряд ли будет простым. Сегодня день службы безопасности Украины. Почему бы не поздравить своих бывших коллег? Георгий Алисашвили, Павел Волконский, Ольга Хитрина, Наталья Сидорова. Первый канал. Продолжение следует...